Нарада Муни — это величайшая личность нашей Вселенной. Он имеет также свою судьбу. Он был в прошлой жизни, в одной из жизней, рассказывается в Шимадбхагава там нескольких жизней Нарада Муни. В одной из жизней он был вайшнавом, занимался серьезной духовной практикой. И из-за неправильного отношения к старшим он потерял эту возможность и родился ганхарвом. Но тем не менее он родился ганхарвом. Ганхарв — это те, которые постоянно поют, как ангелы. Родился ангелом, который поет постоянно. И он воспевал славу Господу. Он участвовал в одном спектакле, в котором он должен был играть для прославления Бога. И собрались великие мудрецы, чтобы смотреть спектакль. Но на этом спектакле он влюбился в одну ганхарвине. Вместо того, чтобы мудрецов прославлять, он ей выделил очень большую роль в этом спектакле. И как бы он был режиссером спектакля. И он как бы получил спектакль не на ту тему, не в ту сторону. Мудрецы это почувствовали, поняли, что он осквернен, этот человек. Он не в правильном сознании находится. И тогда его прокляли родиться на земле. Он родился в прошлую эпоху, вот такую же, как у нас сейчас. Эпоха называется век раздоров. Смотрите, все ругаются, спорят постоянно друг с другом. Есть три-четыре эпохи на земле, как четыре сезона. Первый сезон это золотой век, когда все живые существа верят в Бога, все святые рождаются только на земле. Потом Серебряный век, когда уже принципы религии начинают страдать. Потом дальше Бронзовый век. И последний век, в котором мы живем, каждая эпоха длится много лет. То есть самая последняя эпоха длится 432 тысячи лет. Мы живем 5 тысяч всего. В конце эпохи идет разрушение, частичное разрушение мира. Как потоп, говорят, вот это вот, еще не скоро. То есть мы 5 тысяч лет всего в этой эпохе живем с лишним. А она длится 432 тысячи лет, эта эпоха. А предыдущая длилась в два раза больше. А до нее еще на 432 тысячи. И самая первая эпоха, 432 тысячи умножить на 4 была, длилась только. Первая эпоха считается весной вселенной, вторая летом, третьей осенью, четвертой зимой. Мы сейчас живем в зиму вселенной. И вот в прошлую зиму вселенной, 2 миллиона лет назад, жил мальчик, родился мальчик, который был проклят родиться на земле, вот в эту эпоху деградации. В Шимат Багватам описывается эта эпоха, что там были такие же заводы, как здесь, такие же заводы были, фабрики и так далее. Все то же самое, понимаете, 2 с лишним миллиона лет назад. Хотя по современным версиям, ну, современный человек родился максимум 150 тысяч лет назад. Но 2 с лишним миллиона лет назад в Шимат Багватам описывается история Нарды Муни, мальчика, который жил с мамой просто в той зоне, где была Индия. Он там жил. Потому что там описывается сезон дождей. Описывается, что он в Гималайи пошел молитвы совершать. Он пошел на север в Гималайи. Север означает в Индии Гималайи, да? Пошел на север, попал в Гималайи, значит, он жил в Индии. Вот. И... А также описывается сезон дождей. Сезон дождей бывает в тех странах. Итак, он в сезон дождей, он жил с мамой без отца. Отец, видно, ушел из жизни как-то, они жили вдвоем. Мама очень сильно была привязана к этому мальчику, к Нарде. И она... Ну, вообще его тогда не звали Нарда, это уже следующая жизнь его. И этот мальчик, он был... Имел несколько качеств всего. Он был очень молчаливым. Он стремился к духовному, попусту не разговаривал. Он был очень смиренным и очень склонен был служить старшим. И его мама, она была уборщицей в духовной школе. В Гурухуле, в духовной школе, где образовывали детей, давали им духовное образование. Видно, это было начало Калиюги, то есть раньше, чем у нас. Тогда еще были духовные школы. Это эпохи было начало. И этот мальчик, он обычный просто рос. И у них в доме остановились несколько мудрецов, которые в сезон дождей преподавали в этой духовной школе. Это были необычные люди. Это были очень возвышенные, духовно развитые люди. И этот мальчик, он прислуживал им, и они ему рассказывали о духовной жизни. И один-движ раз всего они разрешили ему попробовать остатки их пищи. Когда он съел эти остатки пищи, все его грехи растворились. Он начистился от всех грехов. И он обрел духовную силу, духовное знание. Буквально через несколько месяцев, когда они ушли, они когда ушли, они дали ему так же молитву, как он должен поклоняться Богу. Когда они ушли, через несколько месяцев его маму ужалила змея. И по тем правилам, которые были в той культуре, он должен был созвать людей, чтобы произвели обряд, погребание. И должны жить. И дальше он должен был остаться в этой культуре и принять старших каких-то, жить в монастыре или еще как-то. Но он был настолько привязан к этим мудрецам, что он даже не стал делать обряд, погребение. Он просто оставил маму в доме. Она оставила тело. И он поджег дом и пошел на север, туда, куда пошли эти мудрецы, он пошел их искать. И он прошел, проходил поля, леса, заводы, фабрики. И остановился там, где в дремучей чаще, где были шакалы. Он понял, что это самое место для его медитации. В таком тяжелом месте, где невозможно жить. Он сел под деревом. Это мальчику было пять лет всего. Он сел под деревом, начал совершать свою молитву. Он постился. Пил только воду. И в какой-то момент из-за его суровой эскезы Господь появился перед ним. Он увидел Господа. Это удивительно. Господь воплотился. Прямо перед ним появился. На несколько секунд. И он вошел в такое состояние духовного счастья, что он забыл про все. Он вышел из своей медитации, открыл глаза. Он сначала в медитации видел Господа в сердце. Постоянно видел его в сердце. В этом заключается вера. Часто люди говорят, что такое вера, как верить в Бога. Сначала человек видит святость в своем сердце. Он видит ее как представительство святого человека. Он видит в своем сердце святого человека. Фактически он видит того, кто является зеркалом Бога. Святой человек или Священное Писание, или Святое Имя является зеркалом Бога. Он видит зеркало Бога. А потом дальше это зеркало превращается, Возвращается в самого Бога. То есть он сначала видит святого человека, а потом постепенно начинает видеть Бога в сердце. Человек должен идти к святости в своей жизни. Этот мальчик, он в конце концов увидел Бога в своем сердце, а потом он увидел, что Бог из сердца исчез. И он от удивления открыл глаза и увидел, что он ушел из сердца для того, чтобы предстать перед ним. Он услышал голос Бога, он ощутил аромат его тела, он увидел его форму. Он вошел в состояние необыкновенного транса духовного. Волосы на теле встали дыбом, его начало трясти отчасти, слезы палились из глаз. И Господь, показавшись перед ним, через некоторое время исчез из глаз. Этот мальчик не находил себе места, он не знал, что теперь делать, он был в жуткой разлуке. Он хотел видеть Бога Господа, ему больше ничего в жизни не хотелось. Тогда Господь, чтобы смягчить бремя его разлуки с ним, он сказал ему, в этой жизни едва ли ты сможешь увидеть меня вновь. Потому что те, кто не очистились до конца, и те, кто не обладают полным знанием о духовной жизни, не имеют права видеть Бога, он сказал, но ты в следующей жизни встретишь меня и никогда не будешь со мной разлучен, дал ему обещание. Но этот мальчик, таким образом, он дальше побрел по миру, ожидая ухода из жизни. И говорит савшимат-бхагаватам, что смерть пришла к нему, как вспышка молнии. То есть он не боялся смерти, он ее ждал. И когда она к нему пришла, то он ушел из жизни. И он не просто ушел из жизни, а он ушел из этого мира вообще. То есть он обрел духовное тело. Мы все имеем духовное тело. Но духовное тело скрыто за грехами. Для того, чтобы в духовное тело попасть, нужно очиститься от всех грехов. А грехи все это всего лишь нежелание думать о Боге. Это наше отступление от пути к Богу, от пути, от любви к Нему. Это создает все разные виды грехов. Все грехи это просто наше желание жить для себя и все. Итак, этот мальчик, он обрел духовное тело. Ну, это уже взрослый человек, он оставил тело, когда... Обрел духовное тело, и он... Обычно, когда Вселенная перестает существовать, она имеет тоже свой срок существования. Все живые существа, они уходят в тело Бога в сонном состоянии. То есть они засыпают и уходят в тело Бога. Но правитель Вселенной остается жив, и он уходит к Богу не в тело, а уходит общаться с Ним. А потом, когда... Это всю ночь Вселенной, когда проходит ночь Вселенной, день Вселенной наступает, тогда он возвращается назад. И вот эта вот душа в духовном теле, она вместе с правителем Вселенной пошла общаться с Богом. А потом, когда наступил день Вселенной, в духовном теле, этот великий мудрец, который может выходить из-за предела Вселенной, путешествовать в духовном мире, он сам выбрал себе служение, спасать живых существ в этом мире. Да, самый возвышенный праведник, он является пятым сыном Творца. Он родился на заре Вселенной, и до сих пор он путешествует по всей Вселенной и дает знания, появляется перед живыми существами неожиданно, и дает им духовные знания. Так появился Нарда Муни, великий, предный Бога, великий, самый великий святой нашей Вселенной. И вам расскажу сейчас одну из историй, как Нарда Муни спасает живых существ. Был один разбойник, который убивал очень много людей, грабил, и он обладал огромной силой, никто не мог с ним справиться. И у него было целое поселение, его родственники, жена, дети, они жили в лесу, и жили на те богатства, которые он грабил постоянно, каждый день кого-то убивал. И этот бандит, он как-то занимался своими делами, и он встретил Нарду Муни. Нарда Муни решил проявить на него свою милость. И он ему сказал Нарда Муни, что, а он сияет, знаете, он необыкновенная личность, у него невозможно оторвать глаз. И этот тоже бандит, он так удивился, такая личность перед ним предстала. И она ему простые вещи начала говорить. Нарда Муни начал говорить, что твои родственники ведь в ад с тобой не пойдут за то, что ты делаешь. Они просто пользуются твоими богатствами, но они не согласны будут идти в ад. Никто не возьмет на себя твою ношу. Все, что ты делаешь, за это ты сам будешь отвечать. Он говорит, я не верю, мои родственники все любят меня. Он говорит, ну сходи, спроси их всех, а потом возвращайся. И этот бандит побежал домой. Он пришел к жене и сказал, я тут грабли убиваю, это же все греховно. Ты будешь делить со мной мои грехи? Она говорит, я не убиваю, я не буду, я чего такого плохого делаю. Я живу с тобой, ты мой муж, ты как бы меня содержишь. Он пошел к своим родителям, они то же самое сказали своим детям. Никто не захотел делить с ним его грехи. Когда он отрезвел, побежал назад к этому священнику Нарда Муни и спросил ему, что ему делать. Нарда Муни ему дал молитву. Он сел и начал молиться. Совершал молитву, не обращая ни на что. Его жена пришла к нему, села рядом. Тоже начала молиться. Его жена оставила тело, ушла из жизни. Он продолжал молитву. Он хотел уйти в молитве из жизни. Его тело начали есть муравьи потихоньку, термиты. И они сделали муравейник над его телом. И этот муравейник начал сиять, светиться. В это время пришел Нарда Муни. Он разбил муравейник. Этого мудреца звали Валмики. Валмики переводится муравейник. Валмики это так, духовное имя Володи Слепцовой. Тоже в прошлом делал какие-то плохие дела. И вот духовный учитель так назвал. В честь этого мудреца. Этот мудрец потом Валмики, он обладал такой духовной силой, что он сел и по благословению Нарды Муни начал писать Ромайну, когда еще ничего не началось. А закончил он Ромайну, когда она закончилась. То есть все события происходили, а он их описывал параллельно. Он сначала описал, как должна была возникнуть Ромайна, и она возникла таким образом. А потом, когда она возникла, он продолжал ее описывать. И потом он заботился о детях Ромачанды, Господа Рома. Это великий мудрец Валмики. По милости Нарды Муни он обрел такую духовную силу. Другой великий мудрец был убийцей животных. Он убивал животных так зверски, что они... Он их всегда убивал так, чтобы они мучились, они не умирали сразу. Он шел, убивал дальше, дальше. Он убивал больше, чем ему нужно для жизни. Просто ему нравилось, как они дергаются. Ему нравилось видеть боль. И когда Нарды Муни это увидел, ему было нестерпимо на это смотреть. Он пришел к этому охотнику, начал ему проповедовать. И охотник в знак благодарности решил ему пожертвовать шкуру оленя. Нарды Муни, которому ничего не надо. У него духовное тело, он не кушает, не пьет. Но Нарды Муни взял эту шкуру оленя, потому что это была благодарность этого человека. Он таким образом служение святому человеку оказал. И святой человек ему дал служение. Дал ему повторять имена Бога и ходить вокруг дерева, священного дерева Тулуси. И он начал это делать, это служение. И через год Нарды Муни опять предстал перед ним. Когда этот человек увидел Нарду Муни, он прибежал к нему, упал ему в ноги, начал плакать. И все признаки духовного транса проявил. Но когда он бежал к нему, то он на цыпочках как-то странно передвигался. И Нарды Муни увидел, что он не наступает ни на одно насекомое. И когда он начал с ним разговаривать, оказалось, что этот человек уже давно не охотник. Он вообще никого не ест и не убивает. Он питается простыми коленями и живет как отшельник в лесу. Таков результат общения со святым человеком.